С именем Аллаха, вся хвала Аллаху! Благословение и приветствие посланнику Аллаха! Константинополь много веков был столицей Византийской империи. Затем по воле Аллаха, Субханахуа Та'але, Константинополь попал в руки мусульман в эпоху Османской империи, в эпоху Мухаммада Аль-Фатиха. Это произошло в 1453 году по Григорианскому календарю и в 857 году от Хиджры. Конечно же, о взятии Константинополя было известное пророчество посланника, алейхиссалату ассалям. Это великое завоевание Константинополя стало результатом славной битвы. Может, мы посвятим этому отдельные видеоролики по воле Аллаха, где расскажем о Мухаммаде Аль-Фатихе, да помилует его Аллах, и взятии им Константинополя. С течением времени, Субханаллах, Константинополь снова отходит к европейцам. Спустя некоторое время Константинополь опять утерян. Константинополь – это Стамбул. Если говорить о количестве мусульман в Турции, то их число вполне может превышать 90% всего населения. И спустя еще некоторое время, незадолго до Судного дня, Константинополь вновь возвратится к европейцам. Это может быть прискорбным для мусульман. Но когда проявятся большие признаки Судного дня, будет происходить множество горестных событий, и помимо того, что Константинополь в очередной раз падет и отойдет в руки христиан, в руки европейцев, в частности, скорее всего, из Восточной Европы. Да, это может огорчить многих мусульман. Однако это случится. Это произойдет, потому что посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, предупредил об этом. В прошлом ролике мы говорили о Великой Апокалиптической Битве, Армагеддоне, которая произойдет между мусульманами и румами, в которой мусульмане в конце концов одержат победу, понеся колоссальные жертвы. Большинство воинов будет уничтожено, а армия румов будет уничтожена полностью. Из армии мусульман падет шахидами, мучениками огромное количество людей. Примерно треть армии мусульман, треть армии обратится в бегство, а треть останется. Те, которые останутся на поле боя, вновь отвоюют Константинополь, после того, как он был отобран у мусульман. Еще одно завоевание Константинополя, второе, третье или четвертое, известно только Аллаху, сколько раз он еще перейдет из рук в руки. Между прочим, люди не знают, что Константинополь или Стамбул раньше уходил из рук мусульман в какие-то периоды. Люди должны быть осведомлены об этом. Иншаллах, мы запишем для вас ролик о попытках Европы и России отнять Константинополю мусульман. В истории предпринимались неоднократные попытки этого. Однако в 1918 году, сразу после Первой мировой войны, Стамбул оказался в руках англичан, французов и итальянцев. И пять лет он оставался в оккупации. Стамбул был деоккупирован только в 1923 году после Лозаннского мирного договора в Швейцарии. Это важно знать. Говоря это, я, конечно, понимаю, что на многих зрителей, мусульман и мусульманок, услышавших то, о чем говорится в данном видеоролике, это произведет удручающий эффект и огорчит их. Но я скажу, в будущем произойдут и другие трагические события, о которых мы знаем из слов посланника Аллаха, который рассказал нам о них. Например, уничтожение Ясриба, упомянутое посланником Аллаха, алейхи саляту вассалям. Ясриб – это лучезарная Медина. Он, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «В благоустройстве Байтуль-Магдиса, Иерусалима, разрушение Ясриба». А с разрушением Ясриба возникнет Великая Апокалиптическая Битва. А Великая Битва – это взятие Константинополя. Здесь он говорит о завоевании Константинополя незадолго до конца света, потому что дальше он, алейхи саляту вассалям, говорит, о завоевании Константинополя – это выход Даджжали, Антихриста. После первого завоевания Константинополя, случившегося в эпоху Мухаммада аль-Фатиха, Даджжаль не появился, поэтому это не то завоевание, которое случится в дальнейшем. А если в будущем случится его завоевание, это значит, что Константинополь попадет в руки европейцев на некоторое время, и уже затем мусульмане вернут его себе. Помимо уничтожения Ясриба, посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, упомянул другие прискорбные события, такие как разрушение Каабы. Перед концом света Кааба будет разрушена и больше не будет восстановлена. Посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, рассказал, что ближе к концу света участятся смуты, рассказал об увеличении числа убийств и о других печальных событиях. Мы упомянули некоторые трагические события, которые будут иметь место в будущем, но хвала Аллаху, посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, поведал нами радостную весть о том, что даже если Константинополь окажется в руках крестоносцев, или христиан, или европейцев, то перед концом света он вновь возвратится к мусульманам. И вернется он удивительным образом. Завоевание Константинополя в этот последний раз, которое произойдет совсем незадолго до появления больших признаков судного часа, ведь после этого финального завоевания Константинополя придет Даджаль, и все большие признаки судного дня последуют друг за другом. Однако это финальное завоевание произойдет очень удивительным образом, не так, как в первый раз. В первый раз Мохаммад Аль-Фатих долго держал Константинополь в осаде, почти два месяца. Сражения, пушки, мечи, огонь – были большие трудности. Но второе завоевание произойдет легко. Группа оставшихся в живых людей после сражения Армагеддона отправится в этот центр Европы в то время, которым будет Константинополь. Мы сказали, что большая часть мира, планеты, прекратит свое существование, и останется лишь центральная часть, включающая в себя Шам, Левант, Аравийский полуостров, Анатолию, Малую Азию, Ирак, часть Египта и часть Ирана с Афганистаном, то есть область, известную в истории как Харасан. Все события будут происходить исключительно в этом регионе. В остальной части мира не будет происходить ничего. Это значит, что землетрясения или другие явления, которые будут происходить перед концом света, разрушат большую часть земли и останется в живых только этот центральный регион мира. Что случится? Как произойдет взятие Константинополя? Передает имам Муслим от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк Алейхиссаляту Ассалям сказал, «Вы слышали о городе, часть которого на суше, а другая часть в море?» Ему ответили, «Да, этот город – это Константинополь». Некоторые люди говорят, что это Венеция, потому как и у Венеции часть города находится на суше, а другая часть в море. Но, конечно же, эта версия не выдерживает никакой критики, потому что название этого города четко проговаривается, что это Константинополь. А в том же хадисе, который мы приводили чуть ранее, в конце говорится, «А великая битва – это взятие Константинополя». Он Алейхиссаляту Ассалям назвал этот город, а взятие Константинополя – это приход Даджжаля. Итак, ему ответили, «Да, у посланника Аллаха, мы знаем этот город». Тогда пророк Алейхиссаляту Ассалям сказал, «Не настанет судный час, пока не пойдут войной на нее 70 тысяч из числа сынов Исхака». Обратите внимание, сыны Исхака не были арабами. Описывая большинство событий последнего времени, посланник Аллаха Алейхиссаляту Ассалям говорит об арабах. Значит, большую часть мусульман в последнее время будут составлять арабы. Тем не менее, то войско мусульман, которые завоюют Константинополь, в основном будет состоять из неарабов, так как сыны Исхака не являются арабами, но все же они мусульмане. При том, что в некоторых версиях говорится, что это сыны Исмаиля. Все-таки более достоверная версия, что это сыны Исхака. Так как же произойдет завоевание? Придя к нему, они остановятся на привал и не будут биться оружием, и не пустят стрелы. И вот почему я говорил, это будет удивительно. Не так, как в первом завоевании в дыне Мухаммада Аль-Фатиха. Что же случится? Но они станут повторять «Ла Иллаха Илля Аллах Аллаху Акбар». Тогда падет одна из ее частей. И это, конечно, одно из чудес последнего времени, удивительные, противоречащие естественному ходу вещи. Мусульмане не завоевывали крепости подобным образом. Они скажут «Ла Иллаха Илля Аллах Аллаху Акбар». Тогда падет одна из частей города. И передатчик говорит, что, скорее всего, часть, которая падет первой, будет та, которая в море. Что дальше? Затем станут произносить во второй раз «Ла Иллаха Илля Аллах Аллаху Акбар». И тогда падет другая его часть. Получается, то, что случилось вначале, это непростое совпадение слов «Ла Илляха Илля Аллах Аллаху Акбар» с падением части стен города. Нет. Это повторится, когда они скажут «Ла Илляха Илля Аллах Аллаху Акбар», падет морская часть города. И когда они во второй раз скажут, падет та его часть, которая на суше. Так что это целенаправленные действия. Затем они начнут повторять в третий раз «Ла Илляха Илля Аллах Аллаху Акбар» и раскроются пред ними. Ворота отопрутся, и мусульмане войдут в Константинополь. И они войдут в него и обретут трофей. Трофеев будет много, ведь этот город будет центром мира в то время. Это будет главным городом христиан того времени. После Великой Апокалиптической битвы Армагеддона больше не останется войск для его защиты. И он будет взят с такой легкостью. И они войдут в него и обретут трофеи. Но когда они будут делить трофеи, как вдруг кто-то громко провозгласит «Истинно, Даджаль уже вышел». Поэтому я и говорил, что это признаки судного дня. Ведь появится Даджаль. Когда появится Даджаль? Когда случится финальное завоевание Константинополя. Кто-то громко провозгласит «Истинно, Даджаль уже вышел». Тогда они оставят все и вернутся. Их семьи, женщины и дети находятся далеко от них, в других городах. В Шаме, на Аравийском полуострове, в Медине, в разных местах, откуда они вышли. Поэтому они вернутся и оставят все. Оставят эти трофеи и вернутся к своим семьям. Есть хадис, в котором посланник Аллаху, алейхиссалату ассалям, говорит, что перед тем, как вернутся, они отправят группу людей разведать обстановку. Они пошлют всадников. Мы сказали, что цивилизации придет конец и не останется ничего, кроме лошадей, мечей и подобных инструментов, которыми пользовались до современных изобретений. И того благосостояния, в котором живет сейчас человечество. Передает Абдулла ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, в своде сахих имама Муслима, что посланник Аллаху, алейхиссалату ассалям, сказал, «Тогда они вышлют вперед десять всадников. Десять лошадей со всадниками верхом на них. Они отправятся вперед разузнать об этом вышедшем даджале». Посланник Аллаху, алейхиссалату ассалям, сказал, «Поистине, мне известны их имена, и имена их отцов, и то, какой масти будут их кони, и в тот день будут они лучшими из всадников на земле». Эта группа всадников отправится проверить эту новость. И действительно они обнаружат, что появился даджаль. По воле Аллаха в следующих видеороликах мы расскажем вам об этом. Это первые признаки его появления. Да, завоевание Константинополя не относится к большим признакам. Это малый признак. Однако сразу после этого появится даджаль. А даджаль – это один из больших признаков судного часа. По воле Аллаха продолжим наш рассказ в следующий раз. Прошу Аллаха принять от нас и от вас. Да воздаст вам Аллах благом. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Продолжение следует...